Дорогие коллеги, я сегодня хочу представить вам сообщение о некоторых русских и теологических легендах, объясняющих происхождение и особенности различных животных – зверей, птиц, земноводных, насекомых. И наиболее интересными с точки зрения текстологического анализа являются легенды, повествующие не столько о сотворении разнообразных представителей животного мира, сколько об их дальнейших трансформациях. В подобных текстах находит отражение целый комплекс народно-мифологических представлений, сочетающих в себе архаические воззрения славян на природу с народно-христианскими верованиями. И, как я уже сказала, сегодня мы ограничимся примерами из русской традиции, но в наиболее интересных случаях я могу приводить какие-то параллели из других традиций. И начнем мы с трансформаций. Во всем корпусе этиологических сюжетов есть, пожалуй, два базовых мотива, которые мотивируют и объясняют изменения, происходящие с уже сотворенными когда-то богом или иным сакральным или мифологическим персонажем природными объектами. И оба эти мотива являются разновидностями более крупного сюжета по международной классификации Арны Томпсона Утера. Это сюжет 779 «Бог награждает и наказывает». Удивительным образом этот сюжет не был зафиксирован в сравнительном указателе сюжетов восточнославянских, но это не значит, что если его там нет, то нет текстов соответствующих. Они есть, и я постараюсь это показать. Итак, значит, есть две разновидности этого сюжета. С одной стороны, Бог Христос или святой наказывает или проклинает зверя, птицу, насекомое, а с другой стороны, награждает или благословляет. И вот вы видите два списочка, которые по русским легендам мне удалось собрать. Значит, в результате того, что Бог кого-то проклял или наказал, изменяют свои свойства собака, свинья, лошадь, летучая мышь, мышь, змея, рак, воробей, рябчик, ворона, ворон, конюк, желна, кулик, ястреб, курица и насекомые, осы, шершни и пчелы. Соответственно, когда кого-то благословили или наградили, свои свойства поменяли свинья, корова, уш, ласточка, клёст, пчела, паук. Соответственно, вот несколько текстов, примеров. Сначала рассмотрим ситуацию наказания или проклятия. Вот, например, текст, который слева про свинью, вы видите, объясняет, почему у свиньи хвост крючком, отчего у свиньи хвост винтом. Ну, своей такой какой-то несообразительностью или глупостью свинья рассердила Адама, и он вот обмотал хвост свиньи вокруг пальца и швырнул свинью. Была где-то свинья свиньё, и останешься. Вот после этого стал хвост у свиньи винтом. До этого, вероятно, он был какой-то другой формы. Соответственно, второй текст рассказывает о том, как поменялась судьба лошади в результате того, что она неправильно себя повела во время того, когда Христос прятался от преследователей евреев. Она его выкопала, вышвырила, выбросила из яслей, куда он спрятался, и Христос сказал ей, езди за это на тебе, крестьянин, а ешь тебя, татарин. Вот такую ей незавидную долю и напророчил. Соответственно, ситуация с награждением и благословением тексты строятся аналогичным образом, только здесь всё решается в положительном аспекте. Слева у нас текст про Ужа, справа про Паука. Интересно, что обе эти ситуации вписываются в сюжет о потопе и спасении Ноева Ковчега. Более распространённая версия с Ужом, очень широко известная, когда Уж за спасение Ноева Ковчега он заткнул дырку в Ковчеге головой, получает в качестве награды золотой веночек или золотую корону. И вот эта вот запись из Брянской области как раз об этом и рассказывает. «Яму Господь дал венок золотый, за это шуй он ковчег и спас». Дальше рассказчица даже делится своими собственными знаниями об Уже, говоря о том, что даже в Германии их не бьют, но правда едят. Здесь явно она совмещает образ Ужа и рыбы-угря, которые похожи внешне. Что касается второго текста про Паука, то здесь этот сюжет интересен тем, что это редкий вариант. Обычно спасителями Ковчега являются Уж, Лев, Кошка. Здесь же пауки, оказывается, заделали своей паутиной дырку в Ковчеге, и поэтому пауков нельзя убивать, это большой грех. Их записано в Кировской области, пока это единичный вариант в русском корпусе и теологических текстов, в котором фигурирует паук. Иногда мотивы наказания и награды, даже не иногда, чаще всего, довольно часто происходит, совмещаются в одном сюжете. Какие-то животные ведут себя правильно и хорошо и награждаются, другие ведут себя не очень правильно и поэтому наказываются. Вот такой пример, записанный в Верхокамье у русских старообрядцев. Это тоже рассказ о потопе, но он как бы стилизован под некую такую сказку. Жили старик со старухой, старик все ходил куда-то, значит, оказалось, что он ходит, строит ковчег, который здесь имеет форму дома, избы. И вот мужик взял себе в избу кота, мышку, ворона, голубка и лягушку. И дальше вот эти самые герои соответствующим образом задействованы в сюжете. Значит, ворон полетел, вернулся с костью, старик сказал тебе падалью питаться, голубок с зернышком прилетел, тебе на гумне питаться. Мышь проела дырку в избе, кошка съела мышку, так тому и быть, пусть коты мышей едят, а лягушка тут дырку заткнула, с тех пор в воде и живет. То есть вот здесь целый такой комплекс и теологических мотивов, который сразу объясняет особенности повадок и обитания разных животных. С вышеуказанными мотивами связан еще один интересный и довольно архаичный мотив расчленения тела некоего громадного первосущества. Здесь мы можем вспомнить мотив создания мира или ландшафта из тела первого человека, который известен во многих мифологических традициях. Вот этот мотив. Бог или Христос делят плоть животного между другими животными. И в корпусе русских и теологических текстов есть как бы два варианта. Первый посвящен птичке-рябчику, который раньше был огромный, с быка был рябок, а потом уменьшился. А во втором варианте идет речь о некой изначально большой рыбе, но об этом скажу немножко позже. Вот один из примеров. В основном эти тексты географически распространены при Ангарии Сибирь про рябчика. Он, этот самый рябчик, напугал Иисуса Христа, когда Христос по лесу ехал верхом. И Иисус решил его наказать. Сдумал он, надо доспеть его маленьким, сделать маленьким, уменьшить, как есть. И сделал его маленьким. Ругать-то не шибко ругал, а вот уменьшил. А лишнее мясо, которое осталось, раздал по всем разным животным. И теперь, как объясняет рассказчик, у каждого животного есть обязательно кусочек белого мяса, который как бы наследие этого самого рябчика. И даже в рыбе есть такой кусочек мяса. В каждой рыбе летучий, как есть во всяком звере. А вот этот самый текст, второй вариант, про рыбу. Здесь более сложная ситуация, потому что тут в одном тексте как бы два сюжета совмещаются. Христос велит Адаму сотворить людей и рыбу. Текст записан от русских в Якутии. Это русская устья. В общем, такая довольно интересная, архаичная традиция. Там многие сюжеты сохранились в очень любопытных вариантах. И вот Адам, как культурный герой, сделал людей рыбу-птицу и сделал еще что-то лишнее. И вот лишних людей он как бы распустил по разным концам земли в разные места. И нетрудно догадаться, что с ними стало. Они превратились в тех самых духов-локусов, в данном случае текст имеет локальную окраску, в духа тундры, в духа огня и в домового. Сюжет хорошо известный в славянской традиции. Так вот, а значит, что касается рыбы, вот этой, которая была тоже слишком большая или лишняя, рыбу разделил Христос, который здесь выполняет роль бога-творца, разделил мясо на каждое животное, приложил за шоки каждому. Вот здесь интересный момент, куда это самое вкусное мясо пошло. Ну вот, с одной стороны, здесь разделение этого самого большого существа, а с другой стороны, вот этот вот сюжет о том, куда, так сказать, делись лишние или спрятанные от бога персонажи. Вероятно, перед нами модификация сюжета еще одного широко распространенного в европейской традиции по международной классификации, это сюжет 758 «Разные дети Евы». Но на месте лишних детей здесь оказываются вот эти самые сотворенные Адамом лишние люди. Сюжет «Разные дети Евы» о том, как Адам и Еву наплодили много детей, постеснялись богу их показать и спрятали их, опять же, так сказать, кого куда спрятали, тот тем и стал. Также не зафиксирован в сравнительном указателе сюжетов восточнославянских, но вот коллеги-фольклористы не дадут соврать, что это одна из самых таких популярных легенд и теологических, которые повествуют о происхождении разных мифологических персонажей в том числе. И вот Никита Ильич Толстой посвятил этому специальную статью «Откуда дьяволы разные», сравнив этот сюжет с сюжетом о падении падших ангелов. Так вот, значит, что мы имеем по поводу разных детей Евы. Этот сюжет широко известен в Европе, у болгар, у сербов, поляков, среди славян. В большинстве европейских вариантов, в том числе и в литовских вариантах, речь идет о происхождении социального неравенства в обществе. Вот эти спрятанные дети чаще всего получают такую незавидную роль подчиненных в социальной структуре. Но в русском корпусе текстов мотив социального неравенства отсутствует. Вместо разных классов и профессий из детей получаются животные духи локусов. Вот сейчас я перечислю, кто получается. Получаются животные разных видов. От тех, кто в землю спрятали, пошли всякие гады земные, от тех, кто в море морские звери. Получаются лесные животные. Кто в лесе, тот будет лесным зверем, кто в воды, тот будет водяным, кто в земле, тот земляным. И вот появились лягушка, мышь, крот, змеи разные, ну и дальше волки и скот этот весь. Еще есть экзотический вариант. Оказывается, вот эти спрятанные дети Евы, из них получаются обезьяны, в конце концов. Они их прятали, чтобы Бог не видел и не сердился. Вот обезьяны, наверное, есть их дети. Это старообрядцы Кировской области. И вариант есть с лягушками тоже. Соответственно, это уже Костромская губерния, это по Волжье, по Ветлужье скорее. Адам и Ева перепугались, сохвастали, показали малое количество детей, а об остальном умолчали. И скрытые перед Богом дети обратились в лягушек. Такой тоже интересный локальный мотив вот именно этого региона, что, значит, с одной стороны, это дети Адама и Евы, с другой стороны, это вот некие бывалочные люди, утонувшие во время потопа. Ну, теперь несколько слов скажу о превращениях. И здесь базовыми, одним из базовых мотивов является мотив «бог-колдун», чудесное дерево, птица, в общем, некий, так сказать, объект, наделенный полномочиями, превращает человека в зверя, птица-насекомое. И по русским легендам вот вы видите список перед собой персонажей, которые являются собой, эти животные птицы, являются собой превращенными людьми. Это аист, волк, кошка, кукушка, лягушка, медведь, обезьяна, павлин, свинья и сорока. Или, например, человек превращается в… Как бы сам человек иногда превращается в зверя-птица-растение. Вот я попыталась выделить ситуации, когда это происходит, либо, значит, по собственному желанию, чаще всего в ситуации, так сказать, какого-то великого горя, от безысходности, в результате родительского проклятия, в результате того, что его проклял или кто-то заколдовал, или он, так сказать, проявил способности оборотня. И посмертное превращение – тоже очень довольно популярный сюжет. И вот в результате вот таких вот пертурбаций появляются, согласно русским метеологическим легендам, голубь, кукушка, лебедь, соловей, тресогуска и чайка. Интересно посмотреть, так сказать, какие животные… Вообще, конечно, не все животные с одинаковой частотой, разнообразием меняют свои свойства или во что-то превращаются. Есть среди них такие вот чемпионы по превращениям. И вот в частности вариативность превращений можно проследить на примере лягушки, потому что, вот видите, что если собрать все имеющиеся мотивы в русских легендах, мы получим, что лягушка на самом деле – это что? Это лягушки – спрятанные дети Адама и Евы, предки людей, утонувшие во время потопа люди, утонувшее фараоново войско и превращенный человек – грешник, либо проклятый, либо заколдованный. А второй пример с воробьями демонстрирует, как в результате единственного проступка, совершенного в своей жизни, воробьи или воробей, когда Христа распинали, не горевал вместе с другими птицами, а наоборот кричал «жив-жив», показывая, что Христос еще жив, и мучители должны продолжать казнь. Вот за этот самый проступок он был наказан. Причем варианты самые разные. Он получил из-за этого самые разные свойства. Считается, что спутаны ноги у воробья, или на ногах воробьи носят оковы, поэтому они не могут ходить, как все прочие птицы, а только прыгают. Они не улетают на зиму в теплые края и вынуждены мерзнуть в суровом климате. Они называются еврейскими птицами, и, соответственно, отношение к ним столь же, так сказать, нелицеприятное, как в некоторых ситуациях к евреям, как и народцам и иноверцам в славянской культуре. Они рассеяны по земле, подобно евреям, то есть они есть везде, и непригодны в пищу, что, конечно, ставит им, так сказать, в их биографию большой минус с точки зрения человека. И вот мне кажется, что на примере рассказов о трансформациях и превращениях можно видеть, как работает система оценок по отношению к представителям животного мира. Вот мы получаем, что у нас есть, например, если возьмем пример конь. Конь может быть, как бы, с одной стороны, хорошим, а может быть и плохим. Значит, он в положительной роли выступает, потому что бог сотворил коня для чего? Чтобы у дамы Ева был помощник или у людей после потопа был помощник. Нужно пахать землю, вот бог творит коня, дает его людям. Но конь в какой-то момент начинает вести себя неправильно и получает как бы отрицательные качества для себя и для окружающих. он наказан голодом, трудной жизнью и мясо его непригодно в пищу или предназначено и народцам, и иноверцам за то, что вот ел, разгребал сено, которым был прикрыт младенец Иисус или в котором Христос прятался перед распятием и за то, что выбросил Христа из яслей на распятие. Этот текст мы с вами уже видели. В заключении я хотела бы предположить, что весь корпус этиологических текстов рисует нам следующую довольно любопытную ситуацию. Изначально как бы животные сотворены без каких-то особых опознавательных признаков или характерных черт. И свои особенности, будь то особенности внешние, которые их отличают, будь то особенности поведения, повадок, жизнедеятельности и так далее, они обретают в процессе трансформации и превращений уже в контексте человеческой истории, соответственно, вписываясь в ту систему ценностей, которая для себя выстраивает человеческий социум. Спасибо за внимание. Спасибо, В том списке, который вы представили в превращение людей в животных и птиц по воле или по проклятию, у вас в шапке написано, что это животные и животных разных птиц. Между тем, в списке остались только птицы. Связано ли это с тем, что превращение людей и животных имеет отношение больше к мотивооборонничеству животных, чем... А, вот эти вот, да, так появляются. Ну вот, я выбрала, конечно, так сказать, хочу сказать, откуда я брала эти тексты. Безусловно, я не могу отвечать за весь корпус этиологических сюжетов. Эти тексты взяты из вот того корпуса, который мы собрали с моим соавтором Галиной Кабаковой и объединили в книгу «У истоков мира» славянские, русские, теологические сказки и легенды. Поэтому я вот как бы выбирала наиболее, так сказать, такие, ну, презентативные варианты из нашей выборки. Безусловно, конечно, наверняка мы не нашли еще много всяких вариантов. Из животных вот человек превращается в зверя, птицу, растения в результате вот именно вот этих вот ситуаций, вот, когда он сам превращается, есть, можно добавить лягушку сюда. Когда и этот сюжет всем в этой аудитории известный, это сюжет жена змея-ужа или там муж-уж, который хорошо известен в славянской и в балтской традиции. Вот есть варианты, которые, в частности, мы зафиксировали в Смоленской области прошлым летом, когда там дочка в лягушку превращается. Но это очень редкий, пока это раритет, поэтому я его сюда ставить не стала. В основном вот этот список действительно связан с вот этим вот соловей Тресогуска, кукушка, это как раз персонажи вот этого вот сюжета жена-ужа по классификации, международной классификации, вернее, по классификации Томпсона это 425М известный сюжет. А вообще действительно преобладают птицы, потому что медведи, волки и кошки получаются в результате другого, так сказать, в результате намеренного колдовства, когда на них, так сказать, направлена магическая сила кого-то там, вот этого бога, святого и прочих персонажей. про которых ничего неизвестно? Ну, наверняка есть, потому что избирательность все-таки некоторая чувствуется, и вот я думаю, что следующий шаг нам с Галиной Кабаковой предстоит взять наш указатель, посмотреть, кого в этом указателе нет, потому что так, ну, на первый взгляд, а? Да, вот на первый взгляд вроде как бы все есть, но вот, да, вот правильно Татьяна подсказывает какая-нибудь там белка, или, ну, вот, лиса тоже, но у нее только единственное, почему длинный хвост, остальное, как бы, сказочный мотив. То есть, действительно, а? Бобры вот в этиологических легендах, в таких вот фольклорных нет, бобры есть вот это то, что Александр Викторович изучал, бобра, и вот то, что я его в книжной традиции есть, там вот что там, плачущий, почему плачет, это есть, но это книжный мотив, он не распространился почему-то на уровне народных и теологических легенд, хотя странно, в общем, бобр, такое животное такое животное про волка есть. Это как раз вот превращает сюжет золотой рыбки, когда там, значит, вот в кого они превращаются, там есть варианты в волков, в медведей и в кошек. Наказание. Наказание, да, жадный старик и старуха, или которые там злобные, вот их превращают. Нет, я брала конкретные сюжеты, когда вот посмертно там из, вот, ну, скорее-то к растениям уже относятся, когда из тела погребенного что-то прорастает. Или посмертно там, допустим, он, вроде как умирает, но превращается вот в лебедя. Ну, такой какой-то тоже сюжет вполне, может быть, имеет какие-то книжные параллели. в лебедя. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok